Если я, допустим, из России, как мне начать требовать знания? Некоторые люди думают, что он не может стать требующим знанием, пока не приедет в Медина. Или пока он не отправится в Мавританию, чтобы приобрести сильную память. Земля не делает святым кого-то. Некоторые люди думают, что Медина это какой-то аппарат, в который ты заходишь с джагилем и выходишь из него алимом. Да обережет Всевышний Аллах, из Медины вышли самые главные мунафики. Поэтому нельзя откладывать требования знания. С данного момента начни требовать знания. А то, что делают некоторые глупцы, говорят, что для того, чтобы требовать знания, я должен, например, быть именно у определенного шейха. Или определенным путем именно учиться в определенном месте. Это говорит из глупости. Я спросил некоторых требующих знаний. Почему ты не требуешь знания? Они сказали, нет, чтобы требовать знания, ты нуждаешься в деньгах, нуждаешься в книгах, нуждаешься в том, нуждаешься в этом. Не по этому я не могу. И я его спросил. Ты женатый? Да, он говорит. А как ты женился? Он говорит, ахвала Аллаха. Я ему сказал, брат, женить бы же нуждаются в деньгах, нуждаются в проявлении усердия, нуждаются в том и в этом. Почему ты в вопросе женитьбы все вопросы решил? И нашел деньги, и нашел время, и проявил усердие. Все проявил. Что касается требований знаний. Я хочу говорить о том, что не требуется знаний, нуждаются в том и в этом, надо для этого поехать в Медину и так далее. Поэтому я не могу требовать знаний. Нет, мы должны начать сейчас. В любом месте. Имамы нашей религии, они родились ни в Мекке, ни в Медине, вообще в других местах. Самая достоверная книга после книги Всевышнего Аллаха, это Сахибухари, и Бухари не был арабом. Ты от кого будешь требовать? От Всевышнего? Если ты будешь просить у Аллаха, Аллах тебе не даст пропасть.